Среди незаживающих ран войны одна из самых кровоточащих – узники фашизма. На оккупированной территории Беларуси было создано более 260 лагерей смерти. Там нацисты уничтожили почти полтора миллиона человек. 11 апреля по всему миру вспоминают узников концлагерей. Бобруйск не остался в стороне. Открытый диалог с учащимися колледжей тому подтверждение. Ребятам мы рассказываем о том, что происходило на территории города Бобруйска, что в городе Бобруйске было три концлагеря. Я считаю, что это важно, потому что нужно помнить историю, помнить люди, как сражались, потому что это может помочь в будущем нам. Еще одной локацией Дня памяти стал Красный берег. Автобус с представителями Союза молодежи и просто неравнодушными стартовал с автовокзала. Экскурсия прошла на территории памятника детям-жертвам Великой Отечественной войны. Мы едем для посещения экскурсии, чтобы дети узнали нашу историю, чтобы прочувствовали дух того времени. С удовольствием посмотрим этот комплекс, ни разу там не были в этом комплексе. Мы едем в Красный берег. Как у тебя настроение? Ну, хорошее. Этим же утром возле братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами, выросла Рябиновая аллея. Деревья посадили представители общественных организаций. Эти саженцы станут ярким напоминанием и символом мира, которые будут нести память через года. Каждое это дерево, а их высаживают на сегодняшний день миллионы, это каждый погибший узник. И вот мы за этими деревьями будем ухаживать, чтобы они выросли большие и останется в память о них. Алые гвоздики, минута молчания и зажженные лампады. Кульминацией Дня памяти стал митинг возле мемориала узником Бобруйского гетто. Знак в виде дерева скорби и жизни символизирует трагедию евреев Бобруйска и вечное продолжение жизни на земле. Я считаю, что мы должны нашу молодежь и все поколения посвящать в эту дату, приводить сюда на небольшой такой мемориал и помнить. И, наверное, пока мы будем помнить, память будет жить и в нас, и в наших потомках. На земле есть места, при одном упоминании которых охватывает леденящий ужас. Одно из таких – Бобруйский лагерь смерти номер 131. Он был создан летом 1941-го и уже к концу года в нем содержалось 60 тысяч узников. Это дата, когда, по моей памяти, впервые в Беларуси мы отмечаем все вместе. Не только еврейский народ собрался возле памятника, а собрался здесь белорусский народ, собрался здесь русский народ, собрался еврейский народ, все вместе отмечают, потому что если мы вместе, то тогда не повторится такое дело. Повсюду была натянута колючая проволока. Расставлены вышки с пулеметами и прожекторами. К зиме 1941-го количество жестоко убитых дошло до тысячи человек в сутки. Дата 11 апреля покрыта кровью. Мы должны не просто помнить и чтить те ужасающие события, но обязаны и не допустить трагедию вновь. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.